всем привет с вами саргас не так давно ученик который учится у меня с возможностью проводить skype консультации задал мне интересный вопрос имеет ли смысл паломничество то есть есть ли смысл ехать куда-то на какую там священную гору или в какой-то священный храм чтобы что и я ответил ему тогда во время skype консультации и хотел бы поделиться этой информации с вами так как на мой взгляд она будет полезна многим кто интересуется данной тематикой видите ли паломничество как таковое зародилась в дальнем давнем средневековье когда пилигримы шли на какие-то святые места это имело какой смысл то что они прочитали в священной книге что вот на такой-то горе произошло то-то у стен такого-то замка или стен такого-то города произошло то-то и они там шли через всю европу чтобы добраться там до какой-то горы и такие а гора то существует не врали сейчас это кажется несколько наивным но на тот момент это было прям очень круто это такой процесс самоотречения в какой-то степени потому что такое дальнее путешествие это в те времена было крайне небезопасно и крайне не быстро то есть можно было много месяцев а то и лет куда-то добираться поэтому это конечно был такой прям серьезный духовный шаг на сегодняшний день паломничество ну тоже бывает нескольких видов я не буду их как-то условно отделить просто поясню как это часто выглядит может быть это просто какой-то автобус набитый бедно одетыми людьми которые друг другу хамят матерятся потеют на жаре и едут хрен знает сколько километров чтобы посмотреть на какой-то камень ну дискомфорт вроде как христианством приветствуется но мне кажется имелось ввиду не много не это я лично видел немало таких автобусов и в россии и в украине и в испании видимо испании популярное место там путь святого иакова если не ошибаюсь я даже не то что проходил но видел части этого пути можете почитать если вам интересно и вы знаете паломники выглядят ну прям скажем не очень с энергетической точки зрения да и с обычной точки зрения выглядят они откровенно не очень потому что как правило это люди от духовного развития далекие и что они вообще делают и зачем не понимающие если вы идете путем духовного развития неважно в рамках религии или в рамках каких-то культных учений и вы считаете что для вас важно посетить какое-то место там из на поклониться какой древней гробницы посмотреть на какую-то святыню почувствовать энергетику какого-то места если вас искренне тянет ваша душа если вы чувствуете огромное воодушевление только думая об этом возможно это будет иметь смысл если же вы такой типу ну вот есть вроде какую-то церковь туда все едут может и мне съездить зачем дело в том что чем более место посещаемое чем более место культовая тем меньше в нем будет истина той энергии которая была в ней изначально условно чтобы не обижать никого предположим стоит гроб какого-нибудь святого или там саркофаг и он был при жизни ну близок к богам то есть мощен и крут если к нему каждый год приходит хотя бы пара тысяч человек через пятьдесят сто лет от его энергетики ничего не останется энергия понимаете величина конечная условно там было n умножено на тысячу единиц энергии она поглощается этими самыми паломниками она тратится на какие-то там чудеса если они имели место и она замещается энергии этих самых паломников а что это за энергия это люди которые часто столкнулись серьезными проблемами у некоторых из них проблемы физического характера у подавляющего большинства из них проблемы финансовые у некоторых из них проблемы психические а энергетика психических проблем самая неприятная и самая въедающаяся если можно так выразиться то есть с энергетической точки зрения безумие буквально заразно посещая такое место куда там столетиями стекались паломники вы не ощутите ничего вы не получите для себя ничего полезного кроме энергии этих самых паломников до бывают условно говоря места намолены к примеру какая древняя церковь от которой прям фонит светом вот я встречал церкви над которыми прям столб света стоит но этот стол света появился не так давно не могу сказать там сколько лет назад но как правило это какой-то сравнительно недавний отец настоятель который горел душой или продолжает гореть и работать там сделал церковь делом своей жизни и благодаря ему она подключилась к свету или она была подключена он продолжает это развивать но спустя опять же сто двести лет а там от этого ничего не останется то есть искать духовное развитие стоит где-то в рамках своего времени нет смысла идти куда-то в известное место пусть даже вам говорят что это только для избранных вот никого туда не водил дорогой но именно тебя свожу пять тысяч рублей нет это известное место скорее всего местные там купаются условно и это не имеет смысла то есть если вы ищете какой-то духовный путь поищите школу магии какую-то может быть религиозную организацию соответствующую вашим интересам церковь конкретную религию мировую ведь на христианстве свет глином не сошелся найдите духовного учителя в конце концов исходя из ваших интересов исходя из вашей религии ваших устремлений я таковым являюсь для многих людей там кто-то к священникам обращается ну то есть какой-то конкретной личности который является их с духовным руководителем условно но пилить куда-то за 3 9 земель чтобы посмотреть на булыжник на мой взгляд со всех сторон идея странная если же вы как я уже сказал испытываете огромную потребность ну это точно должен быть не автобусный тур с туристами арендуйте машину и таким путем на мой взгляд стоит идти в одиночестве вот вы берете там отпуск и один едете в пустынное место где никого больше не будет и там как-то понимаете себя что-то осознаете может быть вместе со своим там духовным наставником туда едете или ну может быть со своим партнером ну что-то я честно говоря сомневаюсь с трудом представляю ситуацию чтобы два человека будучи партнерами такие отправляемся в паломничество потому что мы идентично на одинаково духовном уровне развития ну такого практически не бывает разве что они там прошли равное количество кармических уроков прошли одинаковое количество воплощений учились в одной и той же школе магическо-эзотерический там оккультной ну это притянуто за уши то есть езжайте езжайте в одиночестве там по тому же пути святого иакова можно одному вполне пройти ну я полагаю там скорее проехать на машине посмотреть но это может быть интересно это может быть интересный духовный опыт это может быть такой серьезный путь самопознания я таким своеобразным путем самопознания объездил практически всю европу я не могу сказать что это прям паломничество но некоторые части моего пути были чем-то таковым так я посетил лакарунию пиренеи ла-манш еще многие интересные места о чем я может быть когда-нибудь расскажу на канале но делать из этого какую-то жвачку для туристов и самому присоединяться к этим танцам на костях ну я считаю это просто отвратительно ну какое духовное развитие стоят там 100 китайцев и два пузатых немца с фотоаппаратами и вот духовный путь вообще охренительные духовнее не придумать это ерунда я описал как это может выглядеть это может иметь место в вашем духовном развитии но не так как представляют себе это большинство людей благодарю за внимание с вами был sargas подписывайтесь на мой канал заходите на мой сайт maxargas.com обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии до встречи